поехали дальше все сейчас запущу надо будет кнопки переназначить эти быстрого запуска а то не из это нам лок это панель а там кнопки мода задействованы туда все тут не фига это не работает сейчас все появится так есть так есть так ладно с кавалорном мы сейчас поболтаем позже так как собрать тут все что есть сундуки мясо палки гоблины за угол зайдем так отлично есть и теперь можно и с кавалорном поболтать правильно я сохранимся то чуть не то нажму и будет тебе счастье проблему чёрт я не знаю где они все прячутся убиваешь одного и вскоре они все возвращаются погоди минутку я тебя знаю ты конечно тебя зовут кавалор я тебя тоже знаю я вижу ты все-таки не забыл меня после всего через что мы прошли в этой клятой колонии ну да ты направляешься в город ну ну в город у тебя могут возникнуть сложности со стражей они уже не пускают каждого прохожего весь район кишит бандитами интересные на тебе доспехи ты больше не принадлежишь к теням тени да они не существуют когда мы могли наконец уйти из долины рудников незачем было оставаться с ними теперь я работаю на магов воды расскажи мне о кольце воды мне на самом деле нельзя говорить про него все что я могу сделать это отослать тебя к ватросу он представитель магов воды в хоринисе лучше тебе поговорить с ним скажи что я тебе рекомендовал может быть он тебя примет в наши ряды нам срочно необходимы люди разве ты и твои ребята раньше не были врагами магов воды эти безумные дни закончились теперь нет нового лагеря или старого лагеря после того как колония прекратила свое существование каждый остался сам за себя за большинством из бывших заключенных все еще идет охота маги воды сумели разобраться с моим приговором и теперь я могу передвигаться свободно а что собственно делают маги воды они затеяли кое-что серьезное это касается неизвестной области на острове неизвестной области где ж она может быть я не могу тебе сказать поговори с ватросом в хоринисе что ты здесь делаешь сижу на месте если бы не эти чертовы бандиты меня бы здесь не было что такое с бандитами ты что с луны свалился ээээ я говорю обо всем этом сброде из исправительной колонии которые чувствуют себя здесь как дома грабят и убивают всех кого могут ах думаю мне повезло что они меня не убили я отвлекся буквально на секунду и меня уже оглушили ударом сзади дубинкой по голове даже не знаю как теперь получить свои вещи обратно тебя ограбили разбойники? да они вырубили меня и бросили на завтрак гоблинам это были очень важные для меня вещи письмо и все деньги мне просто необходимо вернуть их но без компаньона который мог бы меня прикрыть я не вернусь туда эти трусливые твари могу я помочь тебе с бандитами? ну у меня нет выбора так что я принимаю твое предложение у меня мало времени так слушай вниз по этой дороге располагается одна из тех грязных дыр где прячутся бандиты именно те ребята что там сидят меня и ограбили скажи когда будешь готов и мы поймаем преступников мне нужна экипировка получше эти свиньи не оставили мне почти ничего я могу дать тебе волчий нож этого пока хватит ты называешь это ножом? а что по поводу лечения? у меня есть еще два лечебных зелья нужны? конечно давай сюда пойдем разберемся с этими ребятами конечно следи чтобы ко мне не подходили сзади ладно? теперь их ждет неприятный сюрприз еще одна грязная тварь и что тут можно особо ничего не париться кхухе кхух кху сейчас ты получишь ты заслужил это подонок зарезал джесс объявление это мы потом почитаем на досуге я разорву тебя на кухне ты заслужил это подонок ты заслужил это подонок готова им не следовало связываться со мной и я наконец смогу выполнить свое задание я и так потерял уже слишком много времени что это за задание ага да ведь сначала мне еще нужно будет попасть в город и потом знаю как мне удастся сделать это вовремя а что насчет меня а почему бы и нет ты можешь доставить письмо в город тогда у меня будет слегка больше времени чтобы позаботиться о своей экипировке письмо должно быть у одного из бандитов в кармане отнеси его к ватрасу магу воды в город ты найдешь его в храме аданаса да он мне не удалось да если он спросит где я просто скажи ему что я уже на пути к месту встречи гортензии уже поле да и еще одно сначала купи приличную одежду какого нибудь фермера иначе тебя могут принять за бандита вот пара монет отлично так так что у нас тут есть всех обобрал этого я уже обобрал этого обобрал заберем темные грибы темные грибы о грибе растила этот у нас лук денежки стрелы факелы кошелек отмычки и болты шоа ржавая шпага в общем тут можно экипироваться на любой вкус и цвет так сейчас мы этим и делом и займемся экипировкой на любой вкус и цвет так грубый топор это не по нам ржавые тоже волчий нож кстати тут не такой плохой 70 сантиметров урон 20 шпага урон 15 палка от и арбалет здесь есть старый легкий арбалет слабенький но какой есть потом купим получше 2 просто тут же знаете же механика в готике здесь она принципе не изменена механика урона такая значит для этих всяких сабель в общем для ближнего боя пока ты не прокачаешь нормально опыт у тебя в принципе всего полный урон будет вот здесь если перейти сюда вот одноручная 5 да то есть 5 процентов всего на то что значит то есть один из 20 ударов будет наносить полный урон вот эти вот 20 что у меня есть остальные будут наносить 10 процентов от него то есть два минимальный урон там никакой то же время как колющее оружие луки арбалеты значит они сразу вносят полностью то есть 10 это будет сразу вот ну так уж сделано поэтому если вы собираетесь биться мечом то надо первым делом качать сначала умение сила вообще там не важно это по крайней мере хотя бы до 50 до качать это ну хотя бы до 30 и пока там по единичке будет джесси обобрал там кавалор должен был уже еще одна валять кучу этих тварей свежих гоблинов а кстати тут еще не все так это здесь то я ничего не трогаем я хрен его знает посмотреть еще вот есть такая вот зелье бойца повышает урон ближнем бою на 15 очень хорошо ф-3 пока тут ничего ф-4 простые штаны-родокопы а руну я сразу на четверку поставлю чтобы она там и была у нас по умолчанию так сообщение предписание розыске надо почитать задерживайте всех мужиков которые тут будут проходить и тащите их в пещеру к нам ха-ха-ха итак записка от ксардоса мои слуги нашли пещеру сходи туда я там все найду что нужно заявление о розыске там надо будет пошукать потом изображение изображение хороший портрет не похож но в целом неплохо даже лучше выглядит чем в натуре послание аватросу мы не будем 5,6,7,8 так рунную плитку там активируем кошелек берем штура волка 2 есть о башка за башку браги тоже потом сейчас еще там сдадим ее лорду андре это пошли все пошли дальше по моему дождь сейчас пойдет как-то потемнело тут такие дождяры льют ничего не видно ну и погодка да не говори я прям на себе ощущаю холод этого ледяного дождя опробуем арбалет блин он что-то заклинился не попал да да о попал можно было конечно зарубить но надо было опробовать да мастерство у меня пока хромает тогда здесь другая фишка видите здесь в принципе ты будешь попадать редко если ты не умеешь иносу надо помолить тут такая фишка ну мы помолимся вот в правом верхнем углу у меня там карма у иноса и у белиара можно пожертвовать золото и купить карму все продается все продается блин да ха-ха-ха да за это получишь за карму получаешь дары меняешь эту карму на что-нибудь выносливость мудрость там интеллект силу ловкость это ну сначала 50 до карма потом дальше там все растет еще даже особые дары тут есть это значит очки обучения призывных существ это развитие духа ну и все такое поэтому тут надо смотреть кем ты там будешь охренеть я прям чувствую как струйка холодная течет по спине давай сохраним тут локацию мало если что-то не то сделаю бывает же случайно что-то не то возьмешь и все и ты уже ворюга вне закона и все привет чужеземец да я видел как ты спустился с гор тебе повезло что ты не пришел три недели назад мы бы приняли тебя за беглого каторжника а с ними у нас разговор короткий что тебе нужно здесь я иду в город они могут впустить тебя если ты скажешь им то что они хотят услышать и что это ну например что ты с фермой лобарда и идешь к городскому кузнецу понятно мне нужно снаряжение могу представить я честно скажу тебе у нас нет ничего чем мы могли бы поделиться хотя если ты можешь заплатить лобард продаст тебе кое-что ну или ты можешь пойти к нему и спросить нет ли у него какой-нибудь работы и где мне найти лобарда на ферме конечно это ведь его ферма и не пытайся надуть его он избил и вышвынул с фермы уже много бездельников на меня напали бандиты в горах вот мерзкая тропия это вероятно те же ублюдки что увели у нас овцу прошлой ночью тебе еще очень повезло редко кому удается уйти от них живым эти бандиты больше не будут беспокоить вас почему? они мертвы? они не на того напали славы Инос вот здесь немного, но я хочу чтобы ты принял я расскажу остальным об этом я расскажу остальным об этом поливать может даже четыре иногда что ты тут ошиваешься на моей ферме? ты на чьей стороне? на стороне восставших фермеров или на стороне короля? за короля конечно я за короля за короля но где же спрашиваются эти ублюд я скажу тебе в городе так что оставь меня в покое как идут здесь? ты не знаешь как здесь идут дела мальчик, ты вообще откуда свалился? мы на пороге гражданской войны дождик заканчивается до последнего времени фермеры но с тех пор как в хоренис пришли паладины если так будет продолжаться некоторые фермеры стали бунтовать я быстренько пролесну чтобы все эти диалоги про Анара нам совершенно не интересно мы все про него знаем ну кто не знает поиграет и узнает ха 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 расскажи Анар самый крупный фермер говорят он нанял наемников не могу винить его за это как бы то ни было а кто эти наемники? я мало что знаю об этих парнях из чего спрашивается а что насчет тебя? я слишком близок но я даже рад король пьет нашу кровь вот почему большинство фермеров я ищу работу мне не нужен еще один постоянный работник но я могу предложить тебе паденную работу я хочу сказать ты можешь помочь на поле также здесь еще наверняка найдется кое-какая работенка для тебя я могу заплатить тебе золотом или дать приличную одежду эта одежда стоит довольно дорого но у тебя уже есть одежда работа следующая на небольшом поле за амбаром нужно собрать репу даром, даром за амбаром хорошо тогда поторопись пойдем пока сейчас я тут сохранюсь пока я с ним болтал и солнышко вышло красота обсохну пойду оботрусь пока тут никого нет надо кое-что спереть вот здесь вот коса здоровенная да кошельков нету покел есть если заметят вломит люлей основы ближнего боя надо почитать сейчас выйду так и всеми основы ближнего боя основа любого боя практика выносливость новичку в ближнем бою часто не хватает выносливости да конечно силы и ловкость тоже важны но пока вы еще не мастер ближнего боя выносливость имеет для вас решающую роль уделите ей внимание неважно силовик вы или ловкач многие не знают но немного увеличив свою выносливость вы сможете наносить повышенный урон в ближнем бою и даже пробивать защиту врагов и если ты ловкач да вообще не ловкач хорошо убегать чем больше выносливость тем дольше можешь убежать факел некоторые новички помогают себе в ближнем бою факелом против слабых противников наподобие падальщиков и кротокрысов факелы довольно эффективен тем более его всегда можно купить у торговцев за небольшую плату факел также можно изготовить самому на столярном верстаке для этого потребуется смола и 10 заготовок из древесины с полу можно купить у торговцев а заготовки из древесины можно напилить из бревна навык владения оружием очевидно что чем лучше вы владеете одноручным или двуручным видом оружия тем с большим шансом вы нанесете удачный удар врагу когда вы можете держать меч в руках не как новичок у вас будет шанс нанести кровавые раны противнику которые начнут получать урон от кровотечения все ловы и все ловы и виды оружия меч красивый эффективен ну мы все не будем перебирать это ловкостные шпага ловкостной меч посохи да алибарды даже так сказать копье двойные мечи особое оружие магические мечи да вот так вот все мы это изучили пойдем репу дергать репа репа репы нащиплем и будет нам счастье надо проверить а то обвинит меня в халтуре а тут найди у него тут пшеница с репой о видишь вот еще одна да не одна тут целая толпа блин репы ну вроде все должно хватить торговец это с сковородками сидит сейчас вот там на лавочке а если рано утром к нему прийти он сидит в кресле там не перепутайте его с лоббардом что вечером лоббард там сидит вот твоя репа Да, похоже, ты не такой уж бездельник, как кажешься. Отнеси её моей жене в дом и скажи ей, чтобы она приготовила её. Что насчёт моей платы? Я могу дать тебе пять золотых монет. Или продать тебе одежду дешевле. Что выбираешь? Лучше продай одежду дешевле. Хорошо, я отдам тебе её на десять золотых дешевле. Мне нужна приличная одежда. Я могу дать тебе приличную крестьянскую рабочую одежду. Ты можешь заплатить за неё? Сколько стоит эта рабочая одежда? Так, посмотрим. Ты работал для меня на поле. Малит говорит, что ты прогнал бандитов. Эти ублюдки доставляли нам много проблем. Спасибо, что избавил нас от них. Шестьдесят золотых монет. Давай тогда сюда эту рабочую одежду. Хорошо, мой мальчик. Превыше всего я ценю честность. Вот, держи. У тебя есть ещё какая-нибудь работа для меня? Да, есть кое-что. Правда, это скорее просьба, нежели работа. Какая? Видишь ли, недавно неподалёку от моей фермы поселились какие-то странные люди. С виду они не похожи на бандитов, но мне всё равно как-то не по себе. Попробуй разузнать, кто они такие и зачем сюда пришли. Где ты их видел? Там, за холмом, недалеко от каменного круга. Хорошо, я скоро вернусь. Так, ладно, давай переоденемся сразу, а то забуду. Подскочу к тому. Лёгкая одежда крестьянина. О! И такой правильный крестьянин. Хильда. Я принёс тебе репу. Отлично. Этого должно хватить, чтобы накормить наших работников до отвала. Раз уж ты всё равно здесь, я видела, как мимо прошёл странствующий торговец. Это было несколько минут назад. Я думаю, он где-нибудь остановился по пути в город. Да он на скамейке сидит. Жрать просит. Дай мне золото, и я схожу к этому торговцу для тебя. А тебе можно доверять? Только попробуй потратить эти деньги на выпивку, слышишь? Ну да, да, да. Ты дашь мне что-нибудь поесть? Вот, возьми. Ты хороший парень. Конечно. Пойдём кубер. Так, подожди, надо посчитать. Хм, интересно. Блок мечом – лучшая защита против удара меча человека. Бессмысленно ставить блоки против зверей или монстров. Главное, не прихватить тут чё-нибудь. Как идёт работа, крестьянин? Мне не на что жаловаться. Могу я что-нибудь сделать для тебя? Что ты можешь предложить мне? Я бродячий торговец. Я торгую всем. Покажи мне свои товары. Выбирай. Вот, вещевые мешки не берите. Вообще. Потому что в них иногда пропадают вещи. Иногда вместе с мешком, иногда просто положил туда. У меня так шкуры мракориса я там собрал, чтобы к охотникам вступить. Раз мешок, а он пустой, блин. Ну, я потом его как-то продал в мешок, купил у Лютера. И у меня появилось это всё. Не в мешке, а где-то там в другом месте. А то так, поди этих мракорисов. Его можно убивать там будет только где-то в конце второй главы я так смогу его убить. Так, что у него тут есть? Так, сковородки. Я для себя тоже возьму. Одну для Хильды, одну для себя. Впрочем, можно ещё топор дровосека и колонн взять. И пилу. Можно, конечно, ему чуть продать. Но обычно я продаю чуваку, который там сразу около ворот стоит. Слева. Чтобы потом знать, где что искать. А я там и ничего не буду продавать. Покажи мне... Ну, выбирай. Не то, нажал. Эй! Вот твоя сковородка. Отлично! Посмотрим, хорошая ли она. Так, мясной суп надо сразу сожрать. Мясной суп Хильды. О! Фирменный суп Хильды. Прибавка к силе плюс один. Это хорошо, что они здесь сделали, что можно сразу есть. А то вечно капишет уже потом, когда уже там в пятой главе начинаешь только есть и пить, это и таблички расшифровывать. Так, пойдем, сходим. Просит узнать, кто там у него за люди сидят за кругом. Там, правда, жуки. Ну, я постараюсь, чтобы меня не сожрали. Стража! Стража! Эй, я его прикончил! Ну, наконец-то. А то за мной тут гоняются. Шкура-Волка, 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 еще одна шкура-Волка. Уха. Стемнеет, блин, пять часов. Шрек. Что вы тут делаете? А что не видно? Собираем болотник, чтобы потом наши братья в лагере смогли его курить. Знаешь, сколько в нашем братстве любителей забить косячок? О-о-о-о! В братстве? В каком братстве? В братстве спящего, конечно. Но я думал, что после падения барьера братство спящего перестало существовать. Это не так, но были и те, кто выжил. А где находится ваш лагерь? Ступай по направлению к проходу, недалеко от нее и находится. Эй, я тебя знаю. Ты тот парень, что прятался в хижине на болотах. Хм, верно. Разве мы с тобой раньше встречались? Хотя постой. Ах да, теперь я тебя вспоминаю. Конечно. Ты тот парень, что принес нам яйца ползунов. Ну вот, вспомнил наконец-то. Ну ладно, не обижайся. За последнее время столько всего произошло. Разве все и всех упомнишь? Рад тебя видеть, здорового и невредимого. Как продвигается сбор болотника? Если ты не будешь приставать к нашим сборщикам, он будет продвигаться еще быстрее. Так. мы тоже тут примем участие в сборе болотник отус мой свиток сна а этот пригодится я его находил болотная трава так а тут за с этим ничего не то ты смотри есть тут корешок суши надо отсюда выбираться тоже темно так надо еще вон того жука выманить сюда же там кошелек лежит а там жук ходит еще одним монстром стало меньше пока он там пищал попался блин стража еще одним монстром стало меньше наконец-таки что-то по-моему ничего хорошего нет зайчик нам не нужен ух этому доложим и пойду а надо еще быть свина поболтать я узнал кто эти люди да кто они можешь не волноваться обыкновенные сборщики болотника не думаю что они доставят тебе какие-нибудь хлопоты ну раз так тогда нет причин для беспокойства спасибо что помог мне это выяснить у тебя есть еще какая-нибудь работа для меня нет но ты можешь спросить у моей жены или парней на поле возможно им нужна помощь ты дашь мне что-нибудь поесть ты сегодня уже получил свою порцию заходи попозже ну ладно как идет работа так же как и всегда работа много денег мало королевы а потом если ты хочешь работать на лобоке я ищу работу а ты вообще что-нибудь знаешь о полевых работах а что там такого знать-то Ах, ну если ты хочешь работать на лоб, но ты не слышал этого от меня Я направляю И? Ты можешь рассказать о городе что-нибудь интересное? Нет, но Малет частенько ходит в город, возможно он что-нибудь знает Ну, что? Есть какие-нибудь интересные новости? Я могу поклясться, что видел орка вон там, на краю леса, два дня назад С тех пор я сплю хотя бы с одним открытым глазом Это тебе не поможет, так с открытым глазом и умрешь Пойдем Кстати, в этой версии Грега здесь нет Он будет сидеть там Около таверны, мертвая гарпия Похоже, это и есть город, о котором говорил мне Ксардес Вот тут тоже есть это Мы на рыночной площади активируем Это пока не будем У меня там хватает травы-то Вон, 13 штук какой-то есть Лечебных растений Хоринис Стой Ты один из работников с фермы Лабарта? Я никогда не видел тебя Я недавно работаю на Лабарта Что тебе нужно в городе? Я хочу увидеться с кузнецом, он должен починить кое-какую утварь Хорошо Ты можешь проходить И если увидишь Лабарта, скажи ему, чтобы лучше кормил своих овец Мы скоро зайдем к нему за ними Ну пойдем Послушаем лекцию Ты же не гражданин Стой, чужеземец Я Латар Паладин короля и преданный слуга Инеса Наш командующий, лорд Хаген Верил мне задачу Объяснять всем новоприбывшим Новые законы Которым должны подчиняться все жители этого города Недавно в городе начали пропадать люди. Так что горожанам нужно быть осторожнее, чтобы не разделить эту судьбу. У тебя есть поручение для меня? Нет, ты даже не гражданин. Но... Я ничего об этом даже слышать не... Темнеет. У меня важное сообщение для предводителя паладинов. Достопочтенный лорд Хаген, за все вопросы, касающие... Подожди. Я должен идти. Подожди, ты даже не знаешь нового... Позже. Давай. Послушай, этому городу угрожают драконы. Это не может... Еще один сумасшедший в городе, и без этого полно проблем. Я немедля посадил в тюрьму последним. Мы не можем позволить, чтобы кто-либо здесь сеял панику среди людей. Кто-то уже докладывал о драконах? Да. Парень по имени Диего. Если я не ошибаюсь. Я предупреждал его, как и тебя. Я пришел, чтобы получить глаз Инноса. Священный глаз Инноса? Откуда ты знаешь о нем? Ты не принадлежишь к нашему ордену. Мне сказал о нем маг. Я не знаю, какими мотивами он руководствовался, но он наверняка не имел в виду... Но... Я ничего об этом даже слышать не хочу. Сначала ты не... В городе пропадают жители? Да. И с каждым днем все больше. Хуже всего то, что ополчение до сих пор не выяснило, кто стоит за этими событиями. Неудивительно, что горожане начали с недоверием относиться к незнакомцам. Так что не стоит их провоцировать. Тебе понятно? Хорошо. Объясни мне законы этого города. Во-первых. Вот почему. Во-вторых. И в-третьих. Есть вопросы? Как я могу стать гражданином этого города? Гражданином города может считаться только тот, кто имеет постоянную работу. Но не думаешь, как гражданин, только будучи членом ополчения. Где я могу найти работу? Тебе придется стать учеником одного из мастеров в нижней части города. Как только мастер примете. Однако другие мастера... Если ты думал найти работу, там живут отбросы общества. Как мне попасть в верхний квартал? Скажи, ты меня вообще слушаешь? Ты не являешься гражданином этого города. Ты находишься за внутренними вратами. А как я могу поступить на службу в ополчении? По прямому указанию лорда Хагена. На службу в ополчении принимаются только... Понимаю. Если ты хочешь узнать больше... Что мне нужно сделать, чтобы получить доспехи, как у тебя? Что? Ты даже не гражданин! Как ты даже думать смеешь? Только немногим из солдата... Если ты хочешь стать паладином... Где мне найти командира городской стражи? Лорда Андре... У тебя есть поручение? Нет. Ты даже... Не гражданин! Но... Я ничего... Где я могу провести ночь? Если ты ищешь место для ночлега... Иди в отель, находящийся перед казармами. Паладины платят за ночлег всех путников... Странствующие торговцы... Я должен идти. Если я еще хоть раз усл... Так, ладно. Теперь пойдем переночуем. А с утра начнем все дела тут делать. Беседовать там с ватросами. Это плохой бизнес. Поступать на службу. Становиться гражданином. А то уже темно, а вон ватрос пошел. А, у него здесь хата, видите? Он теперь не спит, это значит... На улице здесь. В молитвах не проводит ночи напролет. Теперь как порядок. Тоже стал гражданином, наверное. Ха-ха-ха! Наконец-таки ему! А то бедолага торчал здесь это. Ноги затекли. Все пошли спать. Дети пошли там кальян курить. Ага! Клиент, что я могу сделать для тебя? Что можешь сделать? Я хочу снять комнату. Ты обратился как раз по адресу. Один из паладинов сказал мне, что я могу провести ночь здесь бесплатно. Да? Да! Просто поднимись вверх по лестнице. Пара коек там еще свободны. А почему паладины платят за все? Я не знаю точно, с чем это связано. С одной стороны, я думаю, они хотят, чтобы нищие не ошивались ночью на улицах. Так безопаснее для всех. Ну а с другой стороны, они хотят завоевать расположение странствующих торговцев. Сейчас, когда фермеры подняли восстание, нам остается полагаться только на торговцев в вопросах обеспечения города продовольствием. Кроме того, я думаю, они хотят поднять немного мораль. Какая картина красивая. Морд Андре даже приказал раздавать бесплатное пиво на площади правосудия. Кто здесь живет сейчас? В основном, странствующие торговцы с рынка. Ага. Даже не думай, чтобы пошарить в их пожитках. Мне не нужны здесь проблемы. Ну, пойдем. Так, ну чего? Сейчас чуть-чуть разомнусь. Маленький перерывчик. Так, я скоро вернусь. Далеко не разбегайтесь. Стрим будет продолжаться. Вот так вот. Скоро буду. Маленький перерывчик. Маленький перерывчик. Продолжение следует...